Говорить о ВИЧ-инфекции открыто, не каждый отважится. Как правило, заболевшие скрывают этот факт от общества, боясь непонимания и осуждения. Наша героиня о своем положительном статусе узнала почти 4 года назад. На тот момент я вообще не знала, что делать, я не знала вообще, как с этим жить. У меня паника была, страх был большой. Очень много людей, кто уходит с себя, кто суицидом заканчивает жизнь, кто полностью замыкается, кто уходит вообще от общества, закрывается абсолютно, спивается, кто что. Помогает таким людям организация «Бумеранг». Александр, ее руководитель, рассказывает, что волонтеры и те, кто не первый год живет с ВИЧ, помогают вновь заболевшим людям пережить панику, поддерживают морально, объясняют, как лечиться. Узнать больше об организации вы можете на сайте или по телефону, который видите на экране. Как жить с этим? Какие трудности возникают с принятием терапии? Есть много моментов, которые терапия меняется, еще последствия выходят. В последнее время, в течение месяца мы ездим в Челны, в спеццентр, на школу пациента. Там ребята очень много узнают информации, которую сложно найти, находясь наедине с самим собой. ВИЧ – болезнь, которая поражает иммунную систему человека. Симптомы могут проявиться далеко не сразу или не появиться вообще. Если запустить ВИЧ, со временем он перерастет в СПИД. Болезнь не передается от прикосновений или по воздуху. Выявить ее можно при обращении в поликлинику или когда человека привозят на скорой. Больного ставят на учет, он проходит обследование, получает противовирусное лечение. Кому нужно обследоваться? Тот, кто употребляет внутривенные наркотики. Им, конечно, нужно обязательно обследоваться. Если у человека случился сексуальный контакт без предохранения. Если была какая-то травматичная ситуация, бывает на улице шприц подобрали или чем-то укололись, тоже можно пойти обследоваться. На сегодня в городе на учете стоят 607 ВИЧ-инфицированных пациентов. Но врачи уверены, заболевших гораздо больше. А обследоваться можно в любой поликлинике по желанию или при прохождении диспансеризации. ВИЧ – не приговор и не смертельное заболевание, хоть и хроническое. Заболевшие также могут создавать семьи, рожать здоровых детей. Сейчас существует очень много противовирусных препаратов, чтобы человек мог жить полноценной жизнью. Главное – это вовремя признать, что заболевание есть. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.